Перекрёстки места концентрации ДТП в Кирове. По статистике, каждая пятая авария происходит на пересечении улиц. Как не пополнить сводки происшествий? Поговорим сегодня. Это проект про безопасность. Меня зовут Наталья Бакерина. Здравствуйте. Несоблюдение очередности проезда – главная причина аварии на перекрёстках. Уже в этом году в таких ДТП 16 человек получили травмы. Большинство из них – пассажиры. Материалы попадают к нам в специализированное программное обеспечение, которое называется «Паутина». Как выехать из двора, если из-за припаркованных машин видимость нулевая? Инструктаж безопасности от директора автошколы. Необходимо включить заранее поворот, в какую сторону мы с вами двигаемся. Они выполняют поездки особой срочности. Как себя вести, если на дороге появляется машина экстренных служб? О правилах проезда перекрёстков, выезде со второстепенных дорог и прилегающих территорий, а также об особенностях при движении спецтранспорта поговорим с начальником отдела управления ГИБДД ОМВД России по Кировской области в студии Мария Шиляева. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, как часто аварии происходят на перекрёстках и в чём особенности таких ДТП? По итогам 2023 года на территории Кировской области каждое пятое дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано по причине нарушения правил проезда перекрёстков или расположения транспорта на проезжей части. В данных ДТП у нас погибли 12 человек и 249 получили травмы различной степени тяжести. Уже в этом году по данным причинам в автомобильных авариях были травмированы 16 человек. И чаще всего травмы в таких авариях у нас получают пассажиры транспортных средств. А какие основные нарушения при проезде перекрёстков допускают водители? Ну, среди основных ошибок это игнорирование требований дорожных знаков и требований дорожной разметки, а также нарушение требований сигналов светофора. Чаще всего водители торопятся, выезжают на перекрёсток, не прогнозируют ситуацию в результате своих действий, что приводит к печальным последствиям. В лучшем случае это заторовые ситуации, в худшем случае это потеря здоровья, а иногда даже жизни. Поэтому водителям нужно быть предельно внимательными, осторожными, не торопиться первыми выезжать на перекрёсток, а соблюдать требования дорожных знаков, разметки сигналов светофора. За водителями на дорогах следят камеры, фото, видеофиксации. Сколько нарушений при проезде перекрёстков было выявлено этими средствами? Камера фото в виде фиксации и в городе Кирове, и на территории Кировской области фиксируют такие нарушения правил дорожного движения на перекрёстках, как превышение скоростного режима, нарушение сигналов светофора и проезд вступления. По итогам 2023 года с помощью данных средств было выявлено более трёх тысяч нарушений правил проезда стоп-линий и около двух тысяч нарушений сигналов светофора. Как работают камеры? Об этом наш сюжет. Комплексы фото-видеофиксации, установленные на улично-дорожной сети города Кирова, выявляют такие правонарушения, как нарушение правил проезда перекрёстка, это проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требований об остановке перед стоп-линией и превышение скоростного режима. Чаще всего водители не выполняют требования об остановке перед стоп-линией. На втором месте это проезд на запрещающий сигнал светофора и на перекрёстках реже всего встречается превышение скоростного режима. В 2023 году сотрудниками Центра фото-видеофиксации к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора собственники транспортных средств привлечены более 1600 раз. А за невыполнение требований стоп-линии к административной ответственности собственники транспортных средств привлечены более 3000 раз. После того, как комплекс фото-видеофиксации зафиксировал право нарушения, материалы попадают к нам в специализированное программное обеспечение, которое называется паутина, а далее инспекторы в ручном режиме просматривают все видеозаписи, все видеоролики и уже устанавливают наличие либо отсутствие состава административного правонарушения. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях ответственность за невыполнение требований стоп-линии предусмотрена частью 2 статьи 12.12. Сумма штрафа в данном случае 800 рублей. За проезд на запрещающий сигнал светофора ответственность предусмотрена частью 1 статьи 12.12 и административная ответственность здесь выражена в форме штрафа в сумме 1000 рублей. В случае повторного совершения однородного административного правонарушения ответственность выражена в форме штрафа и сумма здесь увеличивается до 5000 рублей. Комплексы фото-видеофиксации устанавливаются на тех участках автомобильных дорог, которые наиболее аварийны, являются местами концентрации ДТП, либо потенциально аварийные и опасные участки дорог. По результатам работы комплексов мы безусловно видим положительную динамику, количество дорожно-транспортных происшествий снижается. А если говорить о других нарушениях со стороны водителей, они касаются выезда со второстепенных дорог и прилегающих территорий, какие здесь ошибки допускают автомобилисты? Ну здесь чаще всего все-таки у нас идет человеческий фактор. И самые главные враги у нас водителя – это спешка и отсутствие внимания. То есть чаще всего водитель торопится проехать перекресток, торопится выехать с прилегающей территории. Необходимо в обязательном порядке, прежде чем начать любой маневр, остановиться перед выездом с прилегающей территории на главную дорогу, убедиться в отсутствии помех и только после этого начинать маневры. Конечно, нужно заранее предупреждать других водителей о своих маневрах. И если вы двигаетесь направо, включать правый поворотник, если налево, то левый поворотник. Но самое главное условие – нужно убедиться в безопасности ваших маневров. Чтобы не пополнить статистику дорожных происшествий, есть ряд простых, но очень важных правил. Ими поделился руководитель автошколы. Некоторые автомобилисты по незнанию или из-за преступной халатности резко выезжают со второстепенной дороги. Это чревато печальными последствиями. Сейчас мы вспомним, как двигаться правильно. Для этого нам нужна одна парковка, возле кинотеатра одна машина и одна Наталья. Мы с вами подъезжаем к прилегающей территории. Территория очень непростая, потому что у нас слева с вами пешеходы. Нужно на них обязательно обратить внимание и пропустить. И с правой стороны у нас прилегающая дворовая территория. Тоже нужно будет пропустить транспортные средства, которые находятся справа. Необходимо включить заранее поворот, в какую сторону мы с вами двигаемся. Но согласно знакам мы только можем повернуть с вами направо. Смотрим по путному направлению транспортные средства. Обязательно их нужно пропустить. Так как мы с вами с прилегающей территории двигаемся, пропускаем еще обязательно в весенний-летний период. Это велосипедистов. При этом, как отмечает Наталья, не всем хватает нужных знаний. На дороге бывают задачки посложнее, чем, скажем, в школе. И пересдать тут не получится. Многие водители, которые только начинают у нас путь к водителю, уже опытные водители, путают, что такое прилегающая территория. По правилам дорожного движения прилегающая территория – это у нас территория, которая прилегает к дороге, но самое главное – не имеет сквозного выезда. А это у нас дворовая территория, как мы уже демонстрировали, АЗС, площадки, жилой комплекс какой-то. Это отличается от перекрестка прилегающей территории. Несмотря на разъяснительную работу, которая ведется с водителями, все равно находятся те, кто нарушает правила и попадает в ДТП. В текущем году на территории города Кирова зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей, выезжающих на дорогу с прилегающей территории, в которых 7 человек получили травмы. При выезде с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу водителям транспортных средств и пешеходам, движущимся по ней, руководствоваться требованиями дорожных знаков и разметки, установленных при выезде на улично-дорожную сеть, а при их отсутствии – требованиями правил дорожного движения. По словам инспекторов, неукоснительное соблюдение этих правил снизит риск возникновения ДТП и сохранит человеческие жизни. Важную роль в вопросе безопасности играют и реакции водителей, особенно когда речь идет о проезде машин со спецсигналами. Это скорая, пожарная, полиция. О чем здесь должен помнить водитель и пешеход? Нужно в обязательном порядке помнить о том, что транспортные средства с одновременно включенными световыми и звыковыми сигналами выполняют поездку особой срочности. Они спешат кому-то на помощь. И в соответствии с правилами дорожного движения и водители, и пешеходы не должны мешать их проезду. То есть при приближении такого транспортного средства пешеходы должны быстро закончить переход проезжей части или не начинать его. А водители должны уступить дорогу таким транспортным средствам. О правилах поведения на дороге при появлении машины спецтранспорта – наш сюжет. Спецсигналы включены, а это значит, что машина с пожарными выехала на место происшествия. Кому-то срочно понадобилась помощь. Медлить нельзя. Время идет на минуты, а порой и секунды. Преследование на место вызова нам важна каждая секунда. От этого зависит жизнь и здоровье людей нашего города. Очень хотелось бы, чтобы другие участники движения понимали значимость нашей работы и пропускали наш автомобиль к следованию на место вызова. А при приближении машины спецслужб – это скоропомощь, полиция или МЧС – другие водители должны уступить дорогу. Кроме того, они не должны совершать маневры, которые могут вынудить спецтранспорт изменить направление движения или скорость. Это касается и пешеходов. Госавтоинспекция Кировской области призывает водителей и пешеходов при приближении автомобиля с включенными спецсигналами уступать дорогу для обеспечения его беспрепятственного проезда. Не забывайте, что в таких случаях транспортные средства экстренных служб спешат спасти чьи-то жизни. Итак, участники дорожного движения должны уступить дорогу транспортному средству, если на его поверхности есть специальные цветографические схемы, надписи и обозначения. Включены проблесковый маячок синего цвета и звучит сирена. Сотрудники ГИБДД напоминают, тех, кто не отдаст преимущество движения машинам спецслужб, ждет штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав от 3 месяцев до 1 года. У нас по традиции есть вопросы от зрителей. Предлагаю послушать. Скажите, а какая предусмотрена ответственность для водителя, который не уступил дорогу скорой, едущей на вызов и спровоцировал ДТП? Какие перекрестки в Кирове считаются самыми аварийно опасными? Ну, что касается первого вопроса, если водитель не уступает дорогу спецтранспорту, за это предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей или же лишение права управления транспортным средством от 3 месяцев до 1 года. Что касается второго вопроса, то по итогам 2023 года у нас выявлены наиболее аварийно опасные перекрестки города Кирова. Их более 10 и чаще всего это перекрестки улиц с наиболее интенсивным движением транспорта. Например, это улица Ленина, улица Тимирязева, улица Ленина, улица Нагорная, Ленина, Охлыновская, Воровского, Володарского и Московская, Горького, Воровского, Красноармейской Свободы, Профсоюзная, Заводская, Ивана Попова, Чистопрудненская и другие. То есть еще раз обращаю внимание на то, что если перекрестки с интенсивным движением транспорта, нужно быть предельно внимательными и осторожными. Спасибо. Я напомню, что сегодня мы говорили о правилах проезда перекрестков, выезде со второстепенных дорог и прилегающих территорий, а также об особенностях при проезде спецтранспорта с начальником отдела управления ГИБДД ОМВД России по Кировской области Марии Шляевой. Уважаемые участники дорожного движения, при проезде перекрестков будьте предельно внимательны и осторожны. Проявляйте вежливость, в том числе и к спецтранспорту. Помните о том, что автомобили спецтранспорта с включенными световыми и звуковыми сигналами выполняют поездку особой срочности, чтобы спасти чью-то жизнь. Вы смотрели проект про безопасность. Будьте внимательны на дорогах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин